Здравствуйте! В связи с принятием нового устава в Оранжевской области хочу сказать следующее. Партия политического большинства Единая Россия продолжает создавать препятствия для нас, граждан, в реализации нашего права на участие в управлении делами государства. В связи с принятием нового устава мы видим, что теперь 100 тысяч граждан имеют возможность только инициировать законодательную ту или иную новеллу. Это удивительно, потому что депутатов Воронежской областной думы избирает каждого депутата. Гораздо меньше людей, порядка 40 тысяч и даже еще меньше. Но именно каждый депутат имеет право с законодательной инициативой. Парадокс, но он сложился. Идем далее. Вторая позиция. В связи с возможностью, о чем уже писали некоторые СМИ, отзыва губернатора Воронежской области. Это не самое удивительное. В уставе также не указывается на возможность отзыва и депутата Воронежской областной думы. Поэтому у меня возник вопрос. Если действительно представители политически господствующей партии «Единая Россия» и чиновники намерены трактовать устав как запрет на отзыв депутатов и губернатора, то я в первую очередь обращаюсь к представителям Коммунистической партии Российской Федерации, к справедливой партии «Справедливая Россия», для того, чтобы они поставили вопрос в первую очередь перед своими коллегами, а потом, если с ними они не согласятся, в конституционном суде Российской Федерации о недопустимости ограничения прав граждан на отзыв тех должностных лиц, которых они избрали. Обращу внимание еще на один момент. Вот возникает вопрос, нарочно это сделано или нет, когда игра с этими цифрами происходит в 100 тысяч, депутатов избрали меньше, вот эта казуистика связана с отзывом, возможностью отзыва губернатора, невозможностью отзыва. Уважаемые депутаты от партии, в первую очередь «Единая Россия», вы намеренно так делаете, пишете такие законы, чтобы потом иметь возможность задушить порыв граждан, отозвать нерадивых депутатов и губернаторов.